Решение снести памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-Ле-Бен демонстрирует слепой расизм. Об этом говорится в статье известного французского журналиста, главного редактора парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна. По словам Брюна, город Эвиан-Ле-Бен хочет снести памятник в угоду армянским сепаратистам. Спустя почти 30 лет азербайджанцы восстановили территориальную целостность своей страны, территориальную целостность, признанную ООН четырежды подряд. Азербайджан и Армения теперь признают суверенитет друг друга и сейчас вступили в фазу восстановления мира, подчеркивается в статье. Однако, продолжает Брюн, во Франции восходящие правые, за которыми следует несколько заблудших социалистов, игнорируют эту перспективу. Воодушевленные экстремистами диаспоры, которая в большей степени армянская, чем армяне в Армении, этот политический класс демонстрирует свое незнание истории и страны, где он никогда не был, продолжая упорно поддерживать представителей воображаемой Великой Армении. Пальма первенства за глупость, несомненно, достается городу Эвиан-Ле-Бен, который только что накрыл тканью памятник принцессе-поэтессе Натаван, воздвигнутой в 2017 году, пишет французский журналист, подчеркивая, что данное решение демонстрирует не только расизм, но и невежество и бескультурия руководителей города. Далее Жан-Мишель Брюн проводит своеобразный ликбез для читателей, подробно рассказывая о самой Хуршидбану Натаван, отмечая, что она была не только поэтессой, но и борцом за эмансипацию женщин. Ее замок в Шуше, который был почти полностью разрушен армянами в период оккупации, являлся культурным центром, куда приезжали поэты, музыканты и художники со всего Кавказа, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Также Жан-Мишель Брюн напоминает, что Александр Дюма посвятил Азербайджану несколько глав в своем путешествии на Кавказ. Брюн также задается вопросом о том, пойдут ли власти города еще дальше. Решит ли мэрия снести здание, которое продолжает принимать сотни музыкантов и художников? Вопрос не такой уж нелепый, пишет Брюн, вспоминая известную фразу Эйнштейна о вселенной и глупости. Похоже, невежество – прерогатива критиков Азербайджана. Достаточно послушать мэра Парижа, которая, несмотря ни на что, продолжает поддерживать армянских экстремистов и сейчас превратилась посмешище в интернете, говорит автор. Он вспоминает эпизод, когда оппозиционный муниципальный советник сказал главе Парижа Анны Дальга о том, что в отличие от царя Мидаса, у которого все, к чему он прикасался, превращалось в золото, у нее при прикосновении к чему-либо все превращается в свинец. На что мэр Парижа ответила, что не понимает, о чем речь, ведь у нее нет машины. Она перепутала легендарного царя Фриги из компании по ремонту автомобилей Мидас. Так что читайте, бедные избранные представители труды Хушидбану на таван, свободолюбивые женщины, труды Низами Гянджеви или книгу Деде Гургута, в которой говорится о правах человека и свободе народов. Никогда не поздно, резюмировал Жан-Мишель Брюн.